Губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин принял участие в заседании рабочей группы по вопросу развития рыбохозяйственного комплекса страны. Глава НАО предложил, в частности, пересмотреть правила рыболовства для коренных малочисленных народов Севера, для которых оно является традиционной отраслью. Владимир Путин намерен уделить вопросам развития рыбной отрасли самое пристальное внимание. Это оценка состояния рыбопромыслового флота, проблемы береговой переработки, доступность рыбопродукции для населения. На встрече с Путиным глава Росрыболовства Илья Шестаков доложил, что за полгода по стране идет увеличение добычи рыбы на 7%. Как обстоят дела с рыбодобычей в нашем регионе и хватает ли квоты? Я расскажу прямо сейчас. Общий объем улова за 6 месяцев составил 7 424 тонны рыбы. Большая часть улова приходится на морской промысел. Основной рыбодобытчик в нашем регионе это Ненецкий рыбак Колхоз Союз. Далее акватория Северной Атлантики, то есть в водах Международной Ассоциации. Здесь квоты освоены на 100%, а у Новой Земли всего лишь на 80%. Объект добычи – треска, пикша, морской окунь, селедка и скумбрия. Напомню, на сегодняшний день флот рыбак Колхоз Союза – это 6 морских судов. Если они добывают рыбу почти круглогодично, то на внутренних водоемах региона – это прибрежные территории, реки и озера – промысел начинается после прохождения ледохода и до ледостава. По итогам первого полугодия вылов составил 33,5 тонны. А теперь посмотрим, кто, где и на что ловит. Итак, поселок Индиго расположен в устье реки с таким же названием. То есть Индиго здесь и в районах Фарики, Деревня Черная и Болванской Губы в основном промышляют индивидуальные предприниматели. Их улов – это Навага и Камбала. СПК Заполярье осуществляют лов рыбы в Белушье и Волонге, тоже на побережье. Эти хозяйства добыли в первом полугодии 33,5 тонны рыбы. Активно занимаются выловом рыбы и семейно-родовые общины и представители КМНС. Место добычи – река Печора и озера. Объект ловли – все виды рыбы, при этом без лицензии по заявительскому принципу. Но по лицензии ловят семгу, горбушу, стерлят, нельму, сик и чер. Сейчас в Нинейском округе зарегистрированы 50 рыбопромысловых участков, 3 морских – 31 на реках и 16 на озерах. В планах администрации региона открытие еще 11 участков. Определение границ рыбопромысловых участков осуществляется Департаментом природных ресурсов, экологии и АПК с учетом предложений граждан, общественных объединений, юридических лиц, муниципальных образований, а также заключений научных организаций. Квоты на вылов устанавливаются Центром природопользования Нинейского округа. Распределяются они между промышленниками, предпринимателями, представителями КМНС и рыбаками-любителями. Нам дается округу объем по видам рыб, например, щуки на реке Печори, ну я так, для 100 тонн. И это и промышленный, и любительский КМНС лоб идет. И вот пока эти 100 тонн, все эти виды рыболовства не освоят, лоб будет продолжаться. Или месяц, или весь год. Вот в прошлом году, например, в 2014 году, в конце ноября вышел приказ о запрете вылова в бассейне реки Печори впереди и вчера, потому что выделенные объемы были освоены. В этом году квоты на так называемые анодромные виды рыб, то есть семга, горбуша, составили 2,5 тонны. Но теперь по один из, пожалуй, главных вопросов, а что делают с выловленной рыбой? Рыбак Колхоз Союз ее продает. В основном в Россию. Часть рыбы попадает на прилавки магазинов региона. Частники ловят для себя, КМНС тоже, а ИП продают в рестораны, магазины, ну и так далее. По словам специалистов Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Нинецкого округа, вылов за первое полугодие средний. Способствовать увеличению объема рыбодобычи, по мнению правительства страны, должны специальные экономические меры. В нашем регионе такой мерой может стать строительство рыбоперерабатывающего цеха в Наринмаре, на разработку проектно-смертной документации, которого уже объявлен аукцион. Госконтракт на разработку проектно-смертной документации будет финансироваться из бюджета региона. Начальная цена проекта – почти 3,5 миллиона рублей. Цех разместится на улице Заводская, где раньше планировалось построить крупный рыбоперерабатывающий завод. Кроме собственного цеха, здесь будут расположены химическая и микробиологическая лаборатории для проведения анализа продукции. Предполагается, что цех будет работать в одну смену и производить в сутки 350 килограммов продукции холодного копчения, 250 килограммов горячего копчения, по 200 килограммов мороженой рыбы, вяленой продукции и фаршевых изделий, а также 100 килограммов рыбных пресервов. Основной сырьевой базой для цеха станет рыба, добываемая в водоемах Ненецкого округа. Ввод в эксплуатацию рыбоперерабатывающего предприятия позволит создать дополнительные рабочие места. На производстве будут заняты 30-40 человек. Кроме того, реализация проекта предусматривает открытие двух модульных рыбоприемных пунктов в селах Коткино и Великовисочная для первичной обработки рыбы. На промысле планируется задействовать не менее 300 рыбаков, а это по сути тоже новые рабочие места и гарантированный доход для жителей нау.